Обновленная библиотека Морозовицы открыла свои двери для читателей. Это уже четвертая библиотека округа, капитально отремонтированная в рамках региональной программы «Сельская библиотека». В предыдущие годы преобразились храмы-книги в Ломоватке, Апоках, Усть-Алексеево, а теперь и в Морозовице. Учреждения культуры отремонтировали кровлю, фасад здания, входную группу, внутренние помещения, коммуникации, пожарную сигнализацию, заменили окна и двери. Библиотека стала больше, читателям теперь доступна и электронная база книг, а само учреждение доступно и для маломобильных граждан. На эти цели из бюджета региона и округа направлены без малого 3,5 миллиона рублей. Результат вложенных средств видно невооруженным взглядом. Новое все – от капитальных конструкций до оборудования и мебели. И все это для удобства читателей, которых в Трегубовской библиотеке немало. В зоне обслуживания находится тысяча человек из шести населенных пунктов. Вообще Трегубовское поселение разбросано, поэтому есть и внестационарное обслуживание. Библиотекарь Наталья Рафаиловна Перминова выходит даже на фермы в Гледенский с периодикой. Отрадно, что дети и молодежь более половины, даже более шестидесяти процентов от общего количества посетителей составляют дети и молодежь. Библиотека Морозовицы сегодня – это не только место, где можно почитать или взять книгу на дом. Учреждение культуры образовывает, просвещает, помогает быть здоровым и активным, помогает освоить современную технику людям старшего поколения. Во всем этом большая заслуга руководителя библиотеки Натальи Рафаиловны Перминовой. Капитальный ремонт ставшего родным учреждения она считает прекрасным подарком к его грядущему юбилею. В июне месяце наша библиотека отметит свой 105-й юбилей. И поэтому она будет ее встречать в обновленном здании. Подарок действительно своевременный и достойный. Постоянные читатели уже успели оценить позитивные изменения, комфортные условия и новые возможности библиотеки. Яркое, современное, удобное. Здесь с удовольствием проводят время и ветераны, и дети, и молодежь. Библиотека Морозовицы работает по множеству направлений. Особое внимание – патриотическому воспитанию. Наталью Рафаиловну во всей библиотечной системе округа считают одним из передовых работников. Она с энтузиазмом реализует множество интересных и полезных проектов. Она реализует проект «Активно жить здоровым, быть» по социализации людей с ОВЗ. Первой даже в области она стала проводить акцию «Бессмертный книжный полк». Также проводится большая работа по увековечиванию героев Советского Союза, а их на территории поселения четыре, включая полных кавалеров орденов. И также направление «Краевеческое» активно развивается библиотекарем. Проект прогулки по Глединской стороне стал полуфиналистом всероссийского даже конкурса. И Наталья Рафаиловна принимает не только «Устюжан», но и с близлежащих территорий. Даже можно говорить о межрегиональном сотрудничестве. С Подовсиновса к ней ездят. И библиотекари, и литературное объединение представителей Сникольска, Скичгородка. А еще на базе Трегубовской библиотеки работает ветеранский клуб «Золотой возраст». Культурная жизнь в Морозовице действительно кипит. Благодаря активным жителям, неравнодушным работникам учреждений культуры и внушительному финансированию, которые направляют на развитие сельских библиотек, регион, округ и федерация. Библиотека в современных условиях – это действительно не только книговыдача. Это уже современный, сейчас уже обновленный, интеллектуальный, информационный, образовательный центр. Центр также досуга. И в связи с тем, что библиотека находится в одном здании с клубом Морозовским, поэтому это дает большие возможности для проведения даже досуговых мероприятий, но в первую очередь культурно-просветительских, используя зал клуба. Кстати, клуб тоже обновлен и тоже в рамках региональной программы. Библиотекам округа в последние годы уделяется большое внимание. Это видно и работникам, и читателям. В рамках нацпроектов и региональных программ модернизированы сельские учреждения культуры округа. В Великом Устюге открыт современный библиоцентр и модельная библиотека. И на этом не остановятся. В планах ремонт взрослой библиотеки города Красавино. С инициативой об этом вышли участники клубного объединения «Добрые соседи». Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации на сам ремонт, а также на закупку нового оборудования и мебели. Бесспорно, отношение к библиотечной отрасли значительно улучшилось, можно так сказать. И это идет и от президента нашей страны, потом от губернатора, но и на местном уровне. В этом году порядка трех миллионов рублей нам выделено на комплектование книжных фондов и выписку периодических изданий. Мы систематически проходим обучение, например, по национальному проекту «Культура» и федеральный проект «Творческие люди». У нас в этом году уже 11 специалистов пройдут обучение с получением дипломов специального образца. Сейчас начинает действовать программа по ремонтам центральных библиотек на уровне области, что тоже отрадно. Как рассказал в Рио губернатор области Георгий Филимонов, в ближайшие годы модернизация ждет как минимум 25 центральных библиотек. Ежегодно на очередную библиотеку райцентра будет выделено 20 миллионов рублей. Из них 15 миллионов из областного бюджета и 5 миллионов из муниципального. Программа ремонтов распланирована до 2030 года. Программа выходит при содействии Управления информационной политики Вологодской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова